Привет, друзья! С вами канал Жизнь Прекрасна. Сейчас мы едем в пригород Рима, местечко Тиболи, которое славится поразительными по красоте ландшафтными комплексами. И первой, вилла де Эсте, состоит из дворца очаровательного итальянского сада и более пяти сотен фонтанов, огромного числа водоемов, бассейнов, каскадов и гротов. Это прообраз Версальского королевского парка и фонтанов Петербург. В 2007 году вилла заслуженно получила премию «Самый красивый парк Европы». Она является шедевром итальянского Ренессанса, включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство заказал кардинал Ипполита II де Эсте, назначенный губернатором Тиболи. Вилла сама сохранилась не очень хорошо, но парк, он великолепен. Здесь произрастает несколько десятков видов кустов и деревьев, в том числе и фруктовые. Мы нашли здесь апельсины, мандарины, вишни и целые заросли лавровых кустов. Если подняться на балкон виллы, то открывается перспектива каскадов фонтанов и прудов. Необыкновенно красивое зрелище. Мне больше всего понравился органный фонтан. Он соединен каким-то образом с музыкальным инструментом и постоянно издаются красивые органные звуки. Ниже он переходит в фонтан Нептуна и увеличивается в размере. А перед этими фонтанами огромные рыбные пруды. Не думайте, что рыбные – это просто название. Здесь действительно разводят огромных карпов. Стоило мне только присесть для отдыха на бортик, как тут же подпыл целый косяк рыбы. Ну, пришлось поделиться с ними своим перекусом. Слопали все – и бутерброд с сыром, и печеньку с шоколадом. Фонтанов огромное количество, все такие разные. То это просто струя, то нагромождение камней или изваяние какой-то статуи. А вот про этот фонтан хочу рассказать подробнее. Называется он Рометто. Иллюстрирует историю Рима. В центре находится статуя. Мне сказали, что это Рома, но почему женская грудь? Надо уточнить. Лодка с мачтой в виде обелиска символизирует остров Тибирина. А чуть выше – скульптура волчицы, вскормившей двух братьев – Ромула и Рэма. Ну, в общем, все, как в знаменитой и известной всем легенде. Так, а кто это без головы? Не узнаю. Фонтан не маленький, в нем больше пятидесяти струй. Если пройти немного вперед, до границы вилы, то открывается изумительный вид на город Тиволи. А по соседству с вилой видны какие-то руины. Видимо, здесь тоже был замок. Лишь ветер живет средь развалин, Птиши ночью бродит среди них. Лишь пыль на полу бывших спали, Лишь тени в гостиных пустых. Грустно. Но давайте вернемся к нашим садам и фонтанам. Мы еще немного погуляли по парку, любуясь на фонтаны. Увы, наше время было сильно ограничено. Побывали в самой вилле. Полюбовались раскинувшимся в долине городом. Ах, Тиволи, не усомниться, Что будут постоянно сниться Твои цветы, деревья, птиц, Сады, фонтаны и волчица. Так как мы запланировали в этот день Посетить еще и виллу Адриана, Мы с сожалением, но покинули виллу Деэста. Небольшой переезд, И вот мы уже на вилле римского императора Адриана. Начало ее строительства Приходится на 126 год нашей эры. Это был роскошный загородный особняк, Дворец императора Адриана. Увы, время беспощадно ко всем и ко всему. Но не только время. В ходе варварских набегов в IV веке Усадьба подверглась полному опустошению. И к сегодняшнему дню Мало что осталось от роскошной виллы. Мы увидели разваленный портик Апичили, В центре которого находится бассейн. Зал философа. Очевидно, здесь находилась библиотека. Неподалеку Также разваленный островной виллы Или морского театра. Круглое здание, окруженное колоннадой. В центре пруд с островом и беседкой. Рядом термальный комплекс С солнечным отоплением И золотая площадь. Большой двор, обнесенный портиком. В руинах виллы Адриана В глушине кошиной травы Хранят извилистые львы Останки древнего фонтана. Надеясь на более радостные впечатления Прошли вглубь сада, но, увы, Ничего, так в печали И возвращались в Рим. Продолжение следует...